Жизнь клуба «Леди Мармелад», который объединяет красоток плюс сайз, бьет ключом. Девчонки общаются друг с другом каждый день и два-три раза в неделю находят время для тематических встреч. В этом клубе у нас есть свой чат, в котором мы ежедневно желаем доброго утра, поздравляем с какими-либо праздниками. Также мы можем проводить совместные прогулки. Это было не так давно, пару недель назад. Мы вместе с девочками отдыхали в парке «Гагарин». Это была просто прогулка. Совершенно незнакомые люди всегда найдут в нашем клубе, о чем поговорить, единомышленников найдут. Люди общаются, общие интересы, естественно, уходят какие-то свои комплексы, которые вырабатываются годами. А так как я недавно стала в «Леди плюс сайз», я обычно была всегда более стройна, то, конечно, мне важно узнать, как люди живут с этим весом, как общаются, как одеваются. Каждый человек – это же целый мир, а тут много миров сразу, и все такие красивые. Индустрия красоты, кулинарии, встреча с психологами. На прошлой неделе у девочек был интерактив по инстаграм-курсам. Вот сейчас вот мы ждем безумное открытие нашего клуба. Встреча в салоне косметики «Мира» посвящена уходу за лицом. Косметолог Алевтина Суворова рассказала о правилах эффективного очищения и увлажнения. Сколько должно быть косметических продуктов на туалетном столике и почему важно пить воду. Для сухой кожи мы проводим демакияж с помощью косметического молочка либо сливок. Сначала мы берем косметическое молочко и наносим его на сухое лицо. Далее мы берем ватные диски, смачиваем их теплой водой и снимаем вот это все. Для жирной кожи и нормальной кожи можно использовать мицеллярную воду. Пожалуй, одним из главных открытий вечера стала техника акупунктурного массажа. То есть мы нашли точку, нажали, 3-6 секунд подержали и отпустили. Самое главное, что мне показали точки молодости, а что это очень актуально для меня, по крайней мере. Точки возле козелка уха. Тоже там углу блембления есть. Найти легко. Надавили. Далее точки возле крыльев носа. В клуб «Леди Мармелад» вступает все больше и больше девушек. Некоторые из них уже готовы к участию во втором сезоне конкурса. Для них клубные встречи – это еще и тренировка перед проектом. Он немного будет отличаться тем, что у нас будет целая большая часть преображения, то есть оно будет полное. От и до, по рекомендации стилиста, у нее будет работать целая команда. Ну, потому что я люблю праздник. А участие в конкурсе – это и праздник, и обновление идет. Ну и не дает, так сказать, застыть в болоте. Я наблюдала за первым сезоном и пожалела о том, что я еще не в первом сезоне. У Галашова было, конечно, шикарно. Если его посмотреть, мне кажется, любая захочет испытать хоть раз на себе вот это прожить все. Концепция будет такая же. В течение шести недель они будут проходить всяческие мастер-классы, тренинги, игры, участвовать в презентации партнеров. Но, помимо всего, они также будут заниматься репетициями и подготовкой к Галашоу. Также будут опять разыграны денежные призы. Если на заседаниях клуба девушки только слушают и задают вопросы, то в процессе подготовки к конкурсу активность будет совсем другого качества. Придется раскрывать свои артистические таланты, дефилировать и позировать, а также пробовать себя на сцене. Кстати, старт-шоу запланирован на 1 ноября. Заявки от участниц и партнеров принимаются уже сейчас.